И всем привет, ребят! С вами Старвакия, я сюда записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему всеми любимейшему новому замечательному ивенту. Сегодня мы вместе с вами потратим драгоценные ходы и получим еще дополнительные ходы в рамках нашего нового замечательного ивентика. Ну и постараемся забрать какие-то интересные и ценные награды. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данное видео с лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиарх сталов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только рывок в аккаунте Q107 личный так и так темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Вчера я выполнил, получается, два предыдущих задания, плюс у меня еще осталось задание, которое я не успел выполнить с захватом 15 точек. Сегодня мы его быстро в рамках этого видоса выполним. Ну и дальше будем делать вместе с вами ходы в рамках нашего нового ивента. Очень надеюсь на то, что мне здесь повезет, так как у меня будет возможность открытия шести ходов, шести, грубо говоря, карточек. И надеюсь, что из этих шести что-нибудь да интересненькое мы вместе с вами точно вытянем и заберем. Все-таки пока что у нас вот остается, получается, два дня. Я еще не получил те призы, ну самые, наверное, такие топовые, которые я бы хотел бы забрать в этом ивенте. Ну а времени у нас, как вы понимаете, уже в рамках этого ивента не остается столь большое количество. Соответственно, нам надо немножечко постараться ускориться в этом плане и постараться уже сегодня что-то интересное забрать. Всего у нас там есть пять или шесть интересных наград, которые надо забрать, поэтому будем стараться их реализовать уже в ближайшее время. Так, закинуло меня на карту, где в теории я, по идее, должен захватывать точки, да, по идее, в теории. Ну что-то мне подсказывает, что у нас тут просто на турбо-сливную разбрасывают, хотя против, даже противники не с такими большими ГС-ками. У нас даже вроде как по тиммейтам, если посмотреть, даже тиммейты лучше в этой катке, да, и нас все равно раскидывают просто, как я не знаю, что. Что это такое? Как работает матчмейкинг? Расскажите мне, пожалуйста. Как работает матчмейкинг? Почему у меня больше половины команды с хорошим ГСом, да, но нас раскатывают, как будто бы у меня здесь чилы играют с 200 ГСом. Просто 200 ГС у меня игроки. Не знаю, как это работает, но ладно, попробуем первую точку хотя бы захватить. Захватим. Останется всего лишь 14, всего 15 точек, не знаю, захватить в рамках этой миссии. Я, если честно, думал, что это будет супер быстро и супер просто. То есть я, ну, запикаюсь в каточку, там чисто туда-сюда, и по Шурику, по Бырику эти точки захвачу. Ну, тут такая катка попадается. Интересное, что... Есть ощущение, что так просто и быстро это все дело мы вместе с вами не выполним. Ну, ладно. Две точки вроде как уже есть. Вроде как наша команда начинает потихонечку играть. Это не может не радовать. Когда команда начинает играть, дается возможность хоть какая-то на разыгровочку в рамках такой каточки. Так, ну, у нас опять все забирают. Опять у нас все забирают. И даже базовую точку у нас забирают. Офигеть. Это прикол, конечно. Конечно, когда базовую на Серпухове забирают, это максимально для меня лично, правда. Это значит, что у меня не то, что проблемы с командой. У меня они нереально жесткие. Я даже не могу свою базовую забрать точку. Даже свою базовую точку я не могу забрать. У меня в табе просто вот как будто команда богов. Как будто лучшие игроки матчмейкинга за меня играют. А на деле... А на деле вообще непонятно что. Кантера быстро забрать. Третья точка есть. Осталось всего лишь 12. Осталось всего лишь 12 точек. Нужна какая-то страховочка от команды. Какая-то страховочка, какая-то игра от тиммейтов. Чтобы тиммейты тоже двигались по карте. Ведь у меня есть вариант вообще переодеться. В рамках такой катки. А что мне тут взять? Что мне лучше тут взять? Ловкача какого-нибудь? Чем? Какой-нибудь ближневойкой? Чем тут может быть? Интересного такого? Что можно было бы одеть, чтобы это сработало? И сработало хорошо! Самое главное. Чтобы это сработало хорошо. Так, бэшечку. Пытаются подконтролить? Давай-давай, родной. Делай в рыбалову, делай. Деточки. Нам нужен камбэк. Мы должны делать камбэчную. Камбэчную в рамках этой каточки. Так что давайте, ребяточки, не сдаемся, не сдаемся, работаем. Работаем, господа, работаем. Чупаем, чупаем, щупаем. Так. Нашечку я так и не забрал. К сожалению, к глубочайшему. К сожалению, к глубочайшему. Работка. 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 Да. Контактик, но меня здесь. Снова быстро разбирают. Снова быстро разбирают. Ладно. 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 Попробуем. Попробуем еще вот эту забрать. Нет. Какая-то очень сложная катка мне попалась. Казалось бы, здесь должно быть все максимально просто. Казалось бы, у нас даже особо тут и противника нет такого, чтобы давать конкуренцию. Под захват просто точек. А тут не то что. Под захват тушат меня тут в принципе. Разваливают по жесткому. Как-то. Выглядит это все очень и очень жестко. Так. Отличная Сосулендра по оппоненту. Крыточка забрать точку пока противничек. Не понимает, что происходит. Отличный быстрый отборчик. Там нет овердрайва. Нет овердрайва. Говорю, нет аптеки. Так. И тут, кстати, по резу можно было бы взять от скорпиончика. Да. От скорпиона вулкана можно было бы что-то взять. Я просто... Что-то здесь скорпионы и вулканы. Противников. Здесь бомбы. Ну, понял. Ну, понял. Так. Давайте мы поменяем резист. Возьмем вулкан скорпион. Честно говоря, думал, что... Такая катка будет реализовываться явно побыстрее. И побыстрее мы выполним наше задание. Вот, как вы видите. Все оказалось не так быстро и не так просто. Оказывается, 15 точек в матчмейкинге иногда даже бывает. Тоже сложно захватывать. Так. Попытка отбора. Есть попыточка контроля дополнительно противника. Так. Так. И надо забрать еще вот эту. Побыстренькому, чтобы продлить эту катку. А то мы уже потихонечку... Ставим как-то проигрывать. Как-то проигрывать. Так, еще точку. Забираем. 21 килл. Ничего, у меня уже 500 очков. Уже 500 очков в рамках такой катки заработал. Ничего себе. Ну, по точкам явно я еще 15 не захватил. Но приближаемся, приближаемся. Потихонечку приближаемся к этому количеству. Противник очень плохо. Убирает. Очень много. Здесь залетает от оппонента. Попыточка захватить точку. Да. Так. Ну и пробуем уже сагрессировать, значит. Пробуем сагрессировать. Пробуем сыграть под вот эту. Пробуем чуть-чуть понаглечь. Здесь меня уже быстро разбирают. К сожалению, на базовых точках противника. Блин, если мы сейчас еще выиграем эту катку, я, конечно, буду в шоке, если честно. Сколько шаров противник заливает. Я так понимаю, свои оверки вязает. Но если выиграем, это будет очень сильно. Да. Выиграем. Рукаточки. Попыточки. 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 Ага. Тюник контрит. 50 секунд до конца. Ну да. Чего просто юзает свои шары, я так понимаю. У него постоянно шар откуда-то. Откуда у него может быть постоянно шар? Он сидит просто свои оверки юзает. Ну за другой. Карелу. Позабрать точку. Так. Здесь я не успел. К глубочайшему сожалению здесь я не успел. 25 секунд до конца. Попаем еще одного оппонента. Раздамаживаем. Еще одного оппонента. Так. 15 секунд до конца. Ну и по идее все. По идее я больше не успеваю. По идее не успеваю больше. Вот так. И сколько я точек по итогу захватил. Закатку. 9 точек. Ну в принципе неплохо. 9 точек это значит мне 6 точек надо еще быстро захватить. Практически целый бой. Мы вместе с вами сыграли. Поэтому пикаем еще одну катку. Где мне надо захватить 6 точек. Я думаю что это уже будет немножечко побыстрее. Дело по крайней мере кажется мне так что будет побыстрее. Надеюсь что сработает. Надеюсь что сработает. Мы быстро сейчас захватим 6 точек. И. Пойдем вместе с вами делать ходы. И. Пойдем делать ходы. Делать ходы. Делать ходы. Канты готовые. Офармали. Так. Точка по идее у нас появляется спустя 45 секунд боя. Правильно? Да. Первая точка. Есть. Метра. Захватываем. Захватываем. Остается еще пятерочка. Захватываем побыстрее. Противники кстати играют одни и те же. Одни и те же оппоненты в бою. Остается еще пятерочка. Так. Ну и главное чтобы у нас тут перезахватывал противник точки. Если противник будет перезахватывать точки, то будет шикарно. Чтобы мы могли перекатывать с одной на другую. Но. Главное чтобы команда вообще что-то могла сделать. Команда у меня пинчинь. Я уже даже и точку захватить не смогу. И задание с ЦП станет самой сложной заданкой. Которую я когда-либо выполнял в рамках таких ивентов. Потому что даже по ощущениям 3000 очков. Работать в моменте проще. Сделать. Захват. Точек. Базовая улетает. Камбэкнуть обратно. Это даже хорошо что ее забирают. Так. Забираем еще. Получается у меня осталось сколько? Осталось еще три точки. Правильно считаю. А мне осталось еще три точки. Так вот. Вжать было по не ближнему а по дальнему оппоненту. Можно было вжать по дальнему и тогда было бы идеально. Все. Все. Все супер. Чуть-чуть не хватает мне тиммейтов, знаете, чтобы это все дело обстояло как-то попроще. А с другой стороны может если бы у меня были бы тиммейты посильнее, то сейчас бы противник вообще бы не захватывал бы точки. Эти вот противники, например, были бы за меня. Может мы бы сейчас просто контролили все три точки. И никаким образом не могли бы уже захватить какую-то другую. Так. Здесь мы можем отдать, чтобы захват слетел. Только надо еще попутанно дамажить. Отлично. Так. И контактик. Забираем точечку. И по-быстрому может быть успеем сейчас еще верхнюю зацепить. Верхнюю успеем. Да, отлично. Успеем еще верхнюю зацепить. Шикарно наши тиммейты включаются. Так. И мне остается еще одна точка. Если я правильно считаю. Как мне? Еще одна точка. Пытаемся ее сразу забрать. Тантор меня контролит. Тиммейты пытаются все-таки ее отжать. Это уже базовая точка оппонента. Поэтому в моменте ее забрать явно тяжелее, чем точку на нашем респе. Либо точку сверху. Но попытаемся. Она в нуле. Поэтому есть шанс забрать прямо сейчас. Текущих. Да. И мы ее успешно забираем. Если я правильно считал, то у меня все. Должно быть готово. Да. Идеально. Так. Появилась еще заданка. Собери три ядерки. Но эту заданку мы уже оставим на следующий видеоматериал. Так сказать. На крайний видеоматериал с этим мемо-ивентом. Ну а сегодня у нас шесть ходов. Шесть ходов. Делаем шесть ходов. Я уже в принципе понимаю, что у меня... Ну здесь шансы есть, конечно, подлутать все, что я хочу. Есть боевой пропуск, ребятчики. Готовый. Готовый боевой пропуск. Но пока что мы его не забираем. Мы забираем... И забираем мы 15 обычных контейнеров. Открываем еще одну карточку и находим ключ. Находим ключик. Находим ключик. Забереть ли этот ключ или открыть еще карточки. Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Ладно, давайте открываем еще 10 голдов. Ясно. Лучше б я не открывал бы этот момент. Так. И вторую. Вот брони. Это очень хорошо. Это очень хорошо, что так сработало. Так. Ну и что? У нас остается две карточки. Попаду ли я в нужную хотя бы одну? Попаду ли я хотя бы в одну нужную? Я понимаю, что мне ходов-то вообще не хватает, если честно. Мне-то ходов вообще не хватает, чтобы забрать этот ивент. Это вообще ужас. Сколько мне надо еще? Чтобы забрать. Ладно, мне надо попасть прямо сейчас. Мне надо прямо сейчас попасть в одну из вот этих вот хороших карточек. То есть всего у меня осталось раз, два, три, четыре. Ну по сути пять. Да? Если примку считать, то пять. Пять наград, которые мне хотелось бы забрать. Да? Ну ладно. Примка у меня открыта. Это открыта. Элитка. Элитку веб найти. Шикарно. Ну попаду. Надеюсь. Есть. Попал в элитный пропуск. Попал сюда его. Сюда его этот элитный пропуск. Ладно. Хоть тут мне немножко повезло. Итого. 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 Мне надо найти еще только лишь. Только лишь мамонта. Да? У меня осталось шесть ячеек. И где-то из этих шести ячеек есть мамонт. Есть мамонт ГТ. Помимо мамонта мне надо забрать ключ. Это мне надо плюс один ход. Это два хода. Плюс боевой пропуск. Это три хода. Но здесь шесть ячеек. Из этих шести ячеек. Надо еще. Отгадать. И найти мамонта. Это конечно. Задача будет не из простых. Очевидно. Но постараемся. Посмотрим. Посмотрим на мою удачу. Получается у меня осталось из мема бесплатных. Ну можно так бесплатных ходов. Я так понимаю. Что это вот сегодняшний и завтрашний. То есть у меня будет четыре карточки. Четыре хода. Четыре хода. А здесь шесть. Шесть пустых только. Но это надо чтоб повезло. Надо чтоб реально жестко повезло. Надо чтоб я угадал каким-то чудом. Попал в нужную. Ну ладно. Если что. У меня всегда ребятчики. Есть свободные замечательные контейнеры. Которые в любой момент могут открыться. Для получения дополнительных кристаллов. Да. И для вот этого замечательного ивентика. И покупок его. Конечно вариант еще с танкойнами. Ну ладно. Танкойнов ценность как будто бы сейчас намного больше. Чем вот это все дело. Ладно. Пишите что вы думаете по этому поводу. Как у вас ивент. Забрали ли вы уже все награды. С этого ивента. Которые хотели. Поддержите данный видос лайком. Если вам понравился. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok